Всем привет, друзья! Вы на канале Skytop Games и это очередной выпуск путешествия в Universe Sandbox 2. Собственно, смотрю прошлый ролик про взрыв Бетельгейзы, вам очень понравился, достаточно много комментариев, просмотров, а также ваших лайков набрало то видео. Ну что же, как и обещал, мы проводим с вами второй эксперимент, подобный первому. Итак, я прислушался ко многим комментариям, то что вы мне писали, и собственно давайте посмотрим, что будет на этот раз, если взорвутся к нам ближайшие звезды. А именно, мы попробуем сначала взорвать какой-нибудь Альфа Центавра. Да, конечно мы знаем, взрыв звезды или сверхновый может произойти только если тело будет массой больше 20 масс нашего Солнца. После этого, собственно, начинается коллапс ее ядра. Он происходит после того, как в нем истощается топливо для поддержания термоядерных реакций. Да, ребята, много негативных комментариев поступает на некоторые ролики, которые, собственно, YouTube блокирует. Ну и авторы некоторых комментариев, я не буду писать что и говорить, что они мне пишут. Ребят, не пишите мне какие-то гневные комментарии. Если вы не читаете описание канала, пожалуйста, лучше не писать такие комментарии. Да. И лучше не смотреть данное видео. Наш канал. Наш канал несет характер развлекательной тематики, но не научно достоверной. Чуть-чуть научности мы пробуем вносить. Но, ребят, есть много других замечательных каналов, где вы можете узнать более точную информацию об астрономии. Ну что же, давайте начнем. Итак, давайте попробуем сейчас взорвать ближайшую к нам звездную систему Альфа-Центравра. Четыре световых года. И мне писали в комментариях, что можно теперь спокойно направлять камеру и куда-нибудь на любую поверхность любой планеты присаживаться, да, опускаться. Ну что же, мы будем наблюдать взрыв сверхновой Альфа-Центавра прямо с поверхности Земли. По сути, Альфа-Центавра это не какие-то сверхгиганты, которые могут взорваться. Но давайте представим, что их масса просто огромная, и они оба взорвались в один момент. Итак, наша звездная система Альфа-Центавра-Б и Альфа-Центавра-А. Давайте попробуем увеличить их массу, массу обоих звезд. Пускай они взрываются, да? Мне уже хочется посмотреть на все то, что будет происходить за границами данной звездной системы. А 20 масс Солнца. Я хочу сделать это больше. Я хочу это максимально сделать больше. 106 масс Солнца. Эти два объекта должны просто бомбануть сейчас. Итак. Так. Альфа-Центавра-Б. Масса. Увеличиваем в 10. Еще, еще и еще. В 9 070 раз. Нет, ну это слишком много. Сейчас данные объекты должны просто рвануть. Я даже боюсь запускать. С паузой игру. Короче, погнали. Оу. Вот это детонация. Вот это детонация. Посмотрите. Две сверхновые звезды. Две. Блин. Вы знаете, что может произойти на таком расстоянии от этих двух объектов? И сейчас ты такой спросишь. А как взрывы сверхновых влияют на нашу планету? Ну, такие звезды, которые взрываются рядом с нашей планетой, называют околоземными сверхновыми. Собственно, считаем, что это околоземная сверхновая. Это такие вспышки сверхновой звезды, которые происходят на достаточно малом расстоянии от Земли. По различным оценкам, менее 100 световых лет. Ну, здесь мы максимально прям буквально приблизили. Скорость у нас 15 секунд в секунду. Да. Ну, это будет заметное воздействие на биосферу нашей планеты Земля. Ну что ж, давайте, наверное, возвращаться на нашу планету Земля. Я даже сейчас немножко ускорю, дабы посмотреть всю вот эту огромную красоту. И скоро некоторые гамма-лучи прибудут в нашу Солнечную систему. Мы в нашей Солнечной системе. Обратите внимание, какая яркая вспышка. Я думаю, что свет от взрыва двух сверхновых Альфа Центавра и Альфа Центавра Б дошел бы достаточно быстро до нас. Я даже боюсь предположить, это, наверное, было бы в районе двух минут. Четыре световых года. Помните, мы рассматривали Беттельгейзе, которые на огромном расстоянии от нас находятся. И буквально свет сверхновый был бы сравним с полной Луной на ночном небе. А тут четыре световых года. Посмотрите, какой огромный всплеск. Я думаю, что все, что ты знаешь, кого-либо знал, все, что было живое на планете Земля, будет полностью уничтожено. Давайте вернемся к планете Земля. Это я всего лишь залетел в Солнечную систему. Невероятный, невероятный взрыв, всплеск. У нас прошло четыре дня. Что с планетой Земля? Изменений никаких. Но я думаю, если бы мы находились на поверхности планеты, давайте, кстати, опустимся на поверхность и глянем, примерно, что бы мы могли видеть в какой-нибудь Южной Америке, глядя на дневное даже небо. Возь облака, атмосферу. Вот это, кстати, прикольно они придумали. Разработчикам прям хвала. Больше похоже на Space Engine. Мы можем опускаться на поверхность планеты. Это прикольно. Это круто, реально. Мы можем хотя бы теперь представлять немножко визуально, как выглядит столкновение или еще что-то на каком-либо объекте. Посмотрите. Просто колоссальных размеров взрыв. Ну что же, давайте я предлагаю... Оу. Ага, я понимаю. Я просто, по-моему, улетел с поверхности планеты. Так, подождите. Я сейчас вернусь, я сейчас вернусь, я вернусь, вернусь, вернусь в нашу Солнечную систему. Планета Земля. Так. Возвращаемся. Отлично. Мы запускаем время. Давайте ускорим весь процесс, чтобы посмотреть, как вспышка сверхновой и ее гамма-лучи достигнут поверхности планеты Земля. Так. Вспышка продержалась ровно два года. И посмотрите, как быстро буквально прошло шесть лет. Шесть лет хватило, чтобы увидеть всю вот эту огромную красоту. Помните? Бетельгейзе. Триста лет. Альфа Центавра, Альфа Центавра Б. Шесть лет. Огромный всплеск. Межзвездной пыли и газа достиг уже Солнечной системы. Я даже боюсь представить, что сейчас будет с планеты Земля. Давайте посмотрим на статистику. Так, поверхность. Средняя температура. Вообще, температура сейчас должна очень увеличиться, потому что вспышка подобной такой, она бы полностью стерла бы атмосферу нашей планеты Земля. Я уверен, что какой-нибудь газовый гигант в виде Сатурна и Юпитера, они зажгутся. Температура на них увеличится. Я думаю, что уже даже при таком действии, то, что мы сейчас видим, жизнь, такая, которую мы знали, уже не может существовать на планете Земля. Огромные всплески гамма-лучей, это радиация и все прочее уничтожат атмосферу и уничтожат жизнь. Так, по составу у нас ничего не изменилось. Движение. Так. Но мне кажется, что все, да. На этом жизнь на планете Земля должна окончиться. Атмосфера уничтожена, озоновые дыры и все прочее. Как вы можете понимать, каким печальным последствием это все может привести. Если понравился данный ролик, палец вверх, подписка на канал. Собственно, ждем новых роликов по Universe Sandbox 2. А, подождите, секунду. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть с поверхности планеты Земля. Самый огромный всплеск вон там. Огромный свет. Ну и, собственно, мы здесь опустимся где-нибудь. Странно, жизнь существует. Вот такие краски мы можем наблюдать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok